Девушки отдыхают Просто за окном у нас еще раннее утро Хотя не раннее утро, поздняя ночь Время, судя по часам, всего-навсего полтретьего И я выехал на очередной видеокоп со своим другом-коллегом Александром Сегодня будем выезжать снова на дальние рубежи За окном, к сожалению, у нас идет маленький дождик Надеюсь, он нам не помешает Так что посмотрим, что у нас сегодня выйдет с копом Смотрите, надеюсь, вас заинтересует данный видеоматериал Ну, я так надеюсь Что им все интересно у нас сегодня получится Так что смотрим, не пропускаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, ребят, приехали мы в такое зачетное место Сегодня мы будем копать поблизости вот этого храма Ну, не вокруг храма, но рядышком И хочу вот зайти сюда посмотреть Я просто обожаю такие вещи Я знаю, что многие тоже любят вот такое вот искусство Здесь вот в свое время был крест Но он висел Его один товарищ Лоботряс, как мне сказали При помощи веревки стянул Он упал И в конечном итоге Со временем Этот друг умер Так что Вот здесь даже эти остались Смотрите Иконы Так, здесь у нас О, зайти можно Алтарь Полы Целые Его, похоже, пытались сделать Достановить Как сказали В советское время Местные жители скидывались На реставрацию Но деньги Похитили И Все осталось вот таким вот образом О, здесь лесенка есть Блин, красота Блин, здесь даже засыпка, смотрите, осталась Офигеть Блин, дождик начинается Сегодня придется, наверное Под дождем Поработать Вон, пацаны Сегодня будем копать втроем Ладно Засняли Достопримечательность местную Кстати, мелкие пацаны Залазили туда, вон, наверх И оттуда Такой вид был Кстати Попробую я залезть Опасно Ой, нет, нет, нет Что-то хрустят Хрустят лавочки Досочки Так что мы не полезем Вешу я почти 100 кг Так что не буду искушать Судьбу Мне вот такие вот вещи Мне очень нравится Что-то мне казалось, что он гораздо больше На чердак не ходил Только что оттуда А на самом колоколье Нет, что-то я обначил подыматься Она хрустела Хрустела А туда можно пройти? С той стороны Пока байки Тогда я пошел Так, говорят С другой стороны Можно Опа Пройти Сейчас мы посмотрим Дизайн Вообще Купол Сделанный Из кирпича Представляете Вот здесь Какая полная разруха Офигеть Красотища Пусть и хоть В таком удручающем состоянии Блин, все бы это восстановить бы Но кому это надо? Государству это не надо Зачем? Колонны Позолоченные Обалденно Жалко Только это Очень далеко А то А то бы я каждый день Проводил бы здесь Время Очень красиво Купол Смотрите Сделанный Из кирпича Выложенный Ну ладно Приступим К поиску Включу Непосредственно Уже Когда будем Распаковывать Приборы Смотрим Думаю Интересно Сегодня будет Думаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это мы на местечко, очень зачетное, как нам сказали, здесь позади нас находилась древняя ярмарка в свое время, надеюсь мы точно нашли это место и находки нас сегодня порадуют, так что не будем рассоливать и сразу приступим к поиску. Сейчас по традиции чай, земляного деда немножко задобрить и в путь. Правда Саня в прошлый раз задобрил деда шоколадной конфеткой, шиш, дед его вообще ничем не одарил. У меня там один царик и из десяток советских монет. Так что Саня говорит языческие традиции больше соблюдать не будет, но я буду. Ну все, смотрим находки, думаю будет интересно. Итак, ребята, у меня находка, но находка какая-то криминальная. Вот комары жуть, сожрали уже невыносимо. И вот такой вот криминал. Вот такой нож. До сих пор острый, очень острый. Блин, если попробовать прям, смотрите как травку-то режет. Металл хороший. Вот такой тисачок. В кубуре был. Но мы такой забирать не будем. Обратно положим и прикопаем. Продолжаем. Так, у нас вон Димон гуляет. Аська 250-я. У меня наконец-то что-то древнее попалось. И попалась вот такая древность. Что это такое, я не знаю. Здесь какие-то подвесы к чему-то этот момент укрепился. Возможно, здесь вот был кожаный ремчок такой. И возможно, это бубенчик. Возможно. Или же какой-то подвес непонятный. Металл. Медь. А вот эта вот штучка и железо. Железо очень старое, проржавело. А все остальное сохранилось очень довольно-таки хорошо. Не знаю, что это такое. Хотел бы у вас спросить совета. Подскажите, что это такое. Спасибо, кто ответит правильно. Так, продолжаем. Итак, ребят, сигнал. Хотел я в этом старом месте только медные сигналы копать. Но в связи с отсутствием таких сигналов, так как здесь уже побывали камрады, покопали. Есть места, ямок. Но они хорошо, что присыпаны. Это радует. И решил копать все сигналы, которые в сомнении не обводят. И как раз вот сигнальчик выкопал. И это у нас монета. Монета желтая. Три копейки. Сохран бодренький. 1926 года. Старый герб. Ну, в принципе, пойдет. Первая монета сегодня. Жалко, что советская. Надеюсь, я несу уверный. И цари у нас будут. Многие говорят, если первый совет, будут продолжаться советы. Ну, надеюсь, что это не так. Ладно, продолжаем. Ходим около вот такого вот зачетного, практически культурного, исторического места. Но оно не является культурным, историческим. В реестр не внесен. Так, как я знаю. Так что ходим, бродим рядышком. Вот по этой вот распашке. Противопожарной полосе. Будем смотреть. Хочется царей. Возможно, сейчас отъедем на другое место. В конец деревни. Там, говорят, цари попадались. Ну, а так продолжаем. И так вот едем вот по такой вот улице. И все дома здесь брошены. И все дома здесь брошены. Есть два-три человека, которые еще доживают свой век. А так полная разруха. И так вся улица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Не отходя от машины Здесь вот такая вот страшная коровка У меня был сигнальчик Хороший сигнальчик Настолько хороший, что он не хотел даже его копать Почему не хотел? Потому что ПВД показывал 96 Но он четкий был И все-таки решил копнуть И выпала вот такая вот крупная монета Но жаль, я уже отсюда вижу, что она с дефектом Берем, смотрим, что это у нас Это у нас пятак Это у нас пятак масонский Зачетная монета 1831 года Вот такой вот пятачок выпал Жалко, конечно, он имеет Небольшую такую Дефектованность Но все же Пятачок А так-то сохран Вроде неплохой был бы Если бы не это Ну ладно Забираем Вот такой вот пятак у нас выпал Масонский 1831 года Пойдет Ребята у нас пошли В ту степь Кстати, вон там Одного видно Где он? Вон он Это у нас Дмитрий По его приглашению Мы приехали сюда Вот У него Аська 250, повторю Ну не знаю Не знаю Что у нас здесь получится Но находка Первая достойная У нас уже имеется Вот такой вот масонский пятак Продолжаем Другие ветераны Здесь Это На Матюре Позапрошено Что-то Как Увестников Сколько По России Блин таких Деревень Два-три человека Живут И все Красиво Разбор Двип 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Советский, да? Нам сашский надо? Типа вот, масонов. Елизавет. Елизавет, Екатерин. Петры. Да, Петры. Петры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, переехали мы на другое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настолько далекая. Я даже не знаю, как сюда добраться. Но здесь все-таки, смотрите, заложены шурфы. Это вообще я в шоке. Как так можно? Это была деревня. Она даже на картах нигде не фигурирует. Вот. Редко найдешь такие места. Но все же это какой-то местный, нам сказали, здесь один человечек шурфит. Ну, в принципе, сигналы есть после него. В данном случае выпал вот такой вот у меня амнитос. Золото партии. Две копеечки. Сохран просто отменный. 1948 года. Сохран просто классный. У нас был дождик. И у Димана Аська намокла. Вот она сейчас стоит без дела. Попала вода вовнутри. Рябит. Есть такой дефект у Асика. Ну, ладно. Зато я, когда в свое время Аську топил, я ее высушил. И она работала. Так что, ей вода не проблема. Да, кстати, сегодня у нас Саня копает сапарик. Жигулевск. Аська 250. У нас Цизрень. И я, макроэйсер Самара. Представляете, три человека и все из разных городов встретились вот в такой глуши. Ладно, продолжаем. Решили в дом зайти. Но мы не вандалы какие-то. Это у нас дом прадеда Дмитрия. Решили посмотреть. Что здесь? Здесь все упало, блядь. Угол, блядь. Зайдем, зайдем. А где вход? Ни хрена себе. Давайте кто-нибудь первый, кто провалится, а я... чтобы я не провалился. Утого я легкий. Это хозяин, вы не беспокойтесь. Так что мы вандализмом не занимаемся. А я... Ай, блядь. Ай, блядь. Ай, 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 ай. Опа. Ух ты, ух ты, ух ты. Вижу, вижу. Блядь. Зацепился. Все, тихо, тихо. Вон, чего? Дедовский кошелек лежит. Мучу аж, а арки. Кому? Вот здесь дедовская вещь была. Вот, на дискласс, вопрос, да. О, здесь открыто уже, смотри. Здесь, наверное, кто-то лазил. А здесь кровать была, кровати нет. Все, банки должны быть. Видно, мы уже полазили здесь. Вандализм уже здесь произошел. Застали вот кого-то. И так, с зеркала. Короче, ничего интересного не дай. Единственное, это, если вниз, ты обсмотреть, залезть, да? На фигуру машины. Ты провалишься, да? Ну, а что, прапрадед, у тебя богато жил по сравнению с другими домами, которые я смотрел. Да, сзадикатурно. Ну, вообще. Да. Мородные вещи испанились. Не, я застал свое детство, я на печке спал. Прадеда. Такие теплые. Сейчас я посчитаю, могу сказать. Ну, что, ладно, поехали дальше. Или что? Поедем? Да. 8 детей будет в район. Итак, ребята, мы просто-напросто заблудились в лесу. Здесь вот такая вот лабуда нас ждет, я не знаю, мы его не сможем поднять, пытались. О, у Саньки есть ножовка. Вот такой мы глуши, блин, сейчас встряли. Не знаю, куда это сейчас дорога еще выведет, блин. Я гляну, там впереди тоже, как какие-то бревна валяются, блин. Короче, уехали, хрен знает куда, но дорога явно куда-нибудь выведет, потому что она такая накатанная. Здесь лесовозы едет. Все перевалило, блин. Извините, изображение, вставлю пики. Итак, ребята, у меня находка, а находка вот какого разряда. Это у нас пуговица-гирька. Такая, знаете, огромная пуговица. В центре вот такой вот наконечник. Очень огромная. Место очень сильно замусорено. Я поставил маленькую катушечку. И цепляю. Вот такие вот мелкие сигналы. Ладно, время подходит к своему завершению. Так что смотрим. Итак, ребята, буду заканчивать свое видео по традиции обзором. Умылись мы, находимся на святом источнике. Набрали водички, здоровья набрались. И теперь обзор. Ну, обзором хвалиться не на чем. Сегодня получился у нас просто говнокоп. Если бы не одна монета. Ну, начну со шмурдячка. Вот такая пуговица-гирька. В принципе, зачетная такая, знаете, огромная. Колечко я не снимал. А потом 10 копеек. Пятак-ходячка. Двушка советская. Вы знаете, если бы эта двушка была с 11 венками, она стоила бы 130 тысяч. Но, к сожалению, не она. Затем трешка. 26 года. В принципе, такого неплохого. И вот зачетная монета. Ради чего можно было сегодня выезжать и мучиться. Вот такая зачетная монета. 1831 года. В принципе, тоже неплохая была бы, если бы не вот эта вот но. Такая монета в хорошем состоянии. Стоит 75 долларов. Но моя стоит как цветной металл. Ничего особенного. Ну и все. А пацаны накопали всякую ерунду. Ну, а пацаны Сызрань, к сожалению, подвел. У него прибор вышел из строя. Жигулевск поднял две монетки. Ну, у меня получилось вот так вот. Так что, в принципе, съездили далеко. Но ничего пойдет. Ну, все. Пока. Всем удачи. Подписывайся. Делись комментариями. И все остальное. Отвечу всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok